Ребята, всем привет! Всем привет! Начинаем подготовку к встрече гостей. Перетаскиваем этот диван в ту комнату, потому что та комната больше. У нас мало стоит. И да, у нас не мало. Будь здорово, правда. Сейчас будем... Одну часть уже отнесли, сейчас эту несём. Капец, тяжёлый диван. Тяжёлый. Такая вот рыбка получилась. Перенесли диван в ту комнату и сейчас будем ужинать. Рыбка и помидорчик. Лимончик вкусный, наверное, должна быть. Потом расскажем. Вот она какую-то неизвестную маскару. Та ну, Настя! Что пугаешь меня? Я ударилась. А я типа не ударю. Мы не знаем вообще, что это, но мы это боимся. Мы открыли окно, чтобы её не убивать, а просто выгнать. Что так? Да, Настя! Да не матюкайся. Стой, да? Ты можешь не материться, сапожник? Что я орёшь? Вот, ребята, я не знаю. Ужас. Сейчас будем как-то всё-таки выгонять. Видите, ребята, что я вообще непонятно, не получается выгнать её никак. Всем привет! У нас новый день. Я готовлю котлеты по-киевски. Вот, разрезала на такие части. Сейчас буду отбивать. Главное, отбивать не сильно, чтобы оно не было сильно тонким. Сейчас это всё буду отбивать, времени мало, а дальше уже включусь. Так, ребята, я вот сделала две и дала Насте, говорю, остальные ты делаешь. Смотрите, вот как процесс идёт. Маслица внутрь. И вот так вот заворачиваем. Ну, а потом всё в кляре будет, я надеюсь, нормально получится. Кляр уже готов. Из масла сделала такую вот колбаску. Ну, из пищевой плёнки. Ой, громко. Тут мука, тут сухари и... Два яйца или три? Я уже забыла. Три. Три яйца, да, и перец. За что это? А то я поэтому и не хочу, говорю, давай, Настя. Ну, пипец такой. Вот дальше буду показывать уже. А я вот делаю этот греческий салатик. Время идёт, мы успеваем, капец. Да, время вообще мы не успеваем по времени. Ночью почему-то вообще не могли уснуть, не знаю. Я проснулась потом во сколько, в 8.30, у меня ухо так начало стрелять. У меня вообще в последнюю неделю часто стреляет ухо. Оно длится недолгое время, но, тем не менее, это нереальная боль. Ребята, у кого было подобное, у кого стреляло ухо, напишите, как вы с этим справлялись. Во-первых, я не знаю причину. Я не думаю, что меня продуло. Потому что я сижу на курсах возле окна на левое ухо, а стреляет правое. Я вообще не знаю, что мне с этим делать. Ну, боль реально страшная. А в интернете ничего толкового не пишут. Ну, понятно, сходите, да, там, к врачу и всё такое, но вы же знаете. Термин, термин, ещё раз термин, и плюс немецкий надо знать. Не всегда есть русскоговорящие врачи. О, пока я говорила, Настя уже долепила. Может, так сказать. Докрутила отдельные. Я не знаю, что это будет. А сколько их отец получается? 6. 6 как раз, да? Угу. А 6, а больше нет мяса? Да, там чуть-чуть осталось. Может, ещё масло что-то ещё есть? Смотрите, как они съели. Ну, тогда сейчас сразу уже и покажу вам, что дальше. Так, ребята, показываю. Сначала в муку хорошенько. В нашу котлетку по-киевски. Затем в яйца. Тоже так полностью её. Окунуть так. М? Окунуть. Что сделать? Окунуть. Окунуть. И, конечно же, в сухарики. Мы немножко затормозили, и надо было... Чтоб хорошо разогрелась сковородка, но... Я думаю, что сейчас ужасно будет. Мука, яйцо, кляр. Картошку я поставила вариться. Да. Мы успеваем вообще. Я только перец дорезала. Ой, ребята, опять режу красный лук и плачу просто ужасно. Ой. Это пипец, надо вот это убрать. Сейчас. Ну-ка, горькое такое надо убирать. Так. Вот котлетки. Ну, я не знаю. Может, из-за того, что сухарины такие. Но я не знаю, почему они получились. Они не совсем красивые, конечно. Это не... Такие, какие они должны быть в плане визуальном. Они должны быть такие ярко-желтые. Ну... Сейчас вымагает какой-то лук. Не знаю. Надеюсь, что будут вкусные и в 0.3 будет растекаться масло. Нет, тоже. Хотя мы вот делали по рецепту и масло вот еще осталось. Надо его куда-то деть, заборосить. Не знаю, короче. Как-то так. Сейчас уже салат наделаю практически. И быстренько иду мыть голову. Ну, я сейчас вам буду показывать, что дальше. Все, ребята, салат полностью нарезала. Осталось только нарезать сыр. Но сыр я буду нарезать в самом конце, потому как он разлазится. Это такой сыр фето. Его нужно подавать, нарезать в самом конце. Вот. И сейчас буду делать салиткового масла, заправку. Так, ребята, вот котлетки. Настя уже все обвернула в полигу. Настя вздыхает. Все, ничего не успеваем. И котлетки у нас немножко... Ну, потому что я успешно, я вам реально успокоюсь. Да, все успешно. Поэтому... Да, и... Настя нервует, дужа слива. Я сейчас не знаю. А я выспалась. Мы двоевые выспались. То машины, то скорые, то жара, то мухи, то залетел вчера к нам этот. Не понять, кто это. Ну, да, вы видели. Целый час отгоняли его. Так, Настя, скажи, пожалуйста, мы духовку уже разогреваем. Да, я уже разогрела на 200... Где-то 10 градусов поставила сейчас разогревать. И потом я ставлю просто на 200 градусов. Это 220. А, ну, 220 просто не знаю. 220 градусов сейчас разогреваю. Потом ставлю на 200 градусов, когда я буду ставить наши котлеты. Типа по-киевски. В этот раз не знаю, какие они получатся, но они вкусные. Сейчас будем ставить внутрь, покажу. Так, ребята, заправка для греческого салата. Без всяких трав. Просто оливковое масло, 3,5 ложки столовых и лимонный сок. Вот так вот где-то достаточно. Ну, и сейчас это все сюда. Потом сырок, соль, перец. И все. Заставила Настя пробовать салат, и она в восторге. Да, вкусно очень получилось. Вообще, приправ не надо. Это как у мамы, но нормально. Да, оливковое масло хорошее. Все в норме. Лимонная не переборщила? Нет, вообще нормально. Я вообще ничего не чувствую, что там и снятина была, и что нет. Все как раз в мире. Да, сейчас ставим в холодильничек. В холодильнике постоит, оно будет холоднее, вкусное. Летний салатик. Времени нянетки. Маня, молодец, ребята. Напишите ей, Затюшонечка, постаралась. Ты тоже, давайте. Так, ребятки, смотрите, диван уже здесь. Мы его полностью собрали, почистили, как смогли. Стол вот такой вот. Тут котлетки в фольге, чтобы не остыли. Это сейчас тоже пленочку снимем, когда придут уже гости. в салатик. Ну, в общем, как-то так. Вот. Кресло. Еще одно. Как-то поместимся, я думаю. Штатив наш стоит, ждет и думает, будем ли мы снимать что-нибудь интересное. Как-то так, ребятки. Сейчас Настю позову. Прошу Настю выровнять мне волосы. Я не успела помыть голову. Прошу ее выровнять мне, потому что я... Что? Я люблю, когда Настя выравнивает мне волосы. Так намного мне проще и удобнее. У нее получается лучше. Что? Ну, конечно, проще. Настя, давай выравнивай. Сейчас, ну, может, блин, пол мыть чуть-чуть. Настя моет пол, она улечка. И теперь, Левата, смотрите, как опустела эта комната. Мы везде помыли пол. Стенки, к сожалению, не отмываются. Они такими и были. Сейчас там еще доубирать кое-какие вещи надо. И... Сейчас, да, Настя мне выравнивает волосы. И мы уже заканчиваем это видео. Сейчас уже они будут минут через 20 у нас. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Все-таки мы снимем влог. Потому как многие нам не верили, что Камен существует. И вообще существуют они. В общем, будем смотреть. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого всего. Ждем ваши лайки и комментарии. Все, я уже не могу думать. Надо быстренько выравнивать волосы. Все, всем пока. Пока.